В Северском музее открылась выставка финалистов Всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Ее открытие посетил глава района Андрей Дорошевский, председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, руководитель Северского районного отделения Сергей Дубовик и генеральный директор Афибского НПЗ Алексей Сидоров. Нынешняя выставка организована при поддержке нефтеперерабатывающего завода. А конкурс придуман для того, чтобы показать природу, историю, культуру и национальный состав России. Благодаря, в частности, таким работам мы можем посмотреть на отдаленные уголки нашей Родины и посмотреть, какая она великолепная. Ежегодно сотни тысяч людей со всего мира присылают свои фотоработы для того, чтобы познакомить и через призму своего фотоискусства познакомить со своей малой Родиной либо с уникальными объектами России. По итогам выбираются лучшие работы, которые входят в эти фотовыставки, которые входят в книги, которые мы издаем и отправляются по территории нашей страны и за рубеж представлять результаты этой работы. Большинство работ финалистов передают северные красоты страны. В частности, Приморья. Здесь и уникальный снимок китов, и яркая медуза, обитающая в ледяных морях. Эвенг, колоритно застывший в шкурах посреди бескрайнего северного леса, зарождающийся вулкан на Камчатке и запечатленный фотоловушкой подтягивающийся леопард. Так и хочется увидеть все это воочию. И целью все-таки этой работы и всей этой выставки, я считаю, до дна не просто прийти посмотреть, а прийти вдохновиться и сказать, я хочу, я поеду, и следующий отпуск планирую там-то, там-то, там-то и посещу обязательно это место. Одна из работ экспозиции принадлежит кубанскому фотографу, запечатлевшему уникальное кипарисовое озеро посёлка Сукупа, Данапай. Поучаствовать в конкурсе призывают и фотографов из Северского района. Один из стимулов – денежный приз. После осмотра экспозиции «Самая красивая страна» гостей пригласили познакомиться с историей Северского района, посетив несколько тематических залов музея. Здесь, при условии, что вы не суеверны, можно посмотреться в зеркало XIX века или услышать голос настоящей старинной бандуры. Экспозиция историко-краевического музея постоянно пополняется. Здесь всегда ждут гостей и готовы поведать много интересного.